Всем привет! Сегодня у нас будет быстрая распаковочка. Я не готовился, просто уже не терпится открыть эту посылку. Я рассказывал в группе в Телеграме, что я купил себе очки Xiaomi против антибликовые для того, чтобы работать за компьютером. Но у меня маленький ребенок, поэтому на работу я купил Xiaomi. Их только отправили буквально позавчера. И я получу их недели через две. Но вот это я купил параллельно с Xiaomi. И они реально пришли. Это я покупал на Алиэкспресс. Самые дешевые. Купил на всякий случай дополнительные домой. И у меня дома ребенок, чтобы он уничтожил пару очков моей жены. Поэтому загребущие ручки ребенка могут добраться и до этих, чтобы не так жалко было. Поэтому купил дешевые домой. То есть на работе буду работать с Xiaomi. Они еще не пришли. А эти буду пока использую на работе, чтобы составить впечатление. А потом буду использовать их дома. На работе тоже за компьютером, за телефоном. Вот так. Скажу сразу. Посылка прилетела, считай, мгновенно. То есть 9 дней с момента оплаты. Я подумал, что вначале, что из Китая за 9 дней, как бы, ну, было так пару раз. Но это реально очень быстро. И вот, смотрите, она отправлена из Сталина, из Эстонии. И как бы там ни говорили, что Эстония медленно приходит. Но, тем не менее, это все прилетело быстро. Видать, где-то в Эстонии склад. Но работают там не эстонцы, а китайцы. Заправляют баллом и отправляются быстренько. Быстренько. Вот, 9 дней реально с момента оплаты. Я, когда пришло уведомление о том, что очки уже на почте, я, ну, реально прозрел. И вот так они упакованы хорошо. Сделаны жестковато. Вот. Уже, как бы, их отдел, очки. И мне они очень нравятся. То есть, как они выглядят. Я удивлен реально. То есть, они, ну, стильны даже на моем крупном лице. Вот, посмотрите, глаза все полностью красные. Вот. Я их капаю, но ничего не бывает. Ну, вот так это выглядит. Довольно-таки неплохо. Здесь такие рифления, но они плохо видны на камеру. Прикольные. И, ну, выглядит довольно неплохо. Единственное, что я раньше на очки никогда не носил. Ну, только затемненные. И у них посадка немножко ниже обычно. Если полностью притулить, ну, к переносице поднести, то у меня ресницы касаются стекол. Вот. Ну, так вот немножко. И я думаю, будет нормально. Сегодня поработаю и уже вечером скажу, ну, реально, уставали глаза, не уставали. Легче им стало. Или как? Ну, думаю, одного достаточно будет дня, чтобы понять вообще, есть ли в этом эффект. Итак, второй день я в этих очках. И хочу резюмировать и рассказать свои впечатления. Эффект у очков, как у программы, не знаю, возможно, многие знают. Есть программа iFlux, называется. Она в зависимости от времени суток делает желтым экран, такой немного желтевший на мониторе. И после этого, как бы, легче становятся глаза. У меня эта программа стоит, она мне не помогала, поэтому я купил очки. Опять же, повторюсь, купил Xiaomi очки. И пока они идут, купил дешевые с Алиэкспресса, вот эти. И, ну, о них речь идет. Пока придет Xiaomi, я попользуюсь этими. Итак, я добавлю кусочек видео, где видно, как они желтят. То есть, когда к экрану подводишь. Не знаю, как будет видно или нет, но они желтят, когда, вот, для сравнения. То есть, белый экран, желтый. Есть, конечно, и минусы у этих очков. Мне они нравятся. За два дня, получается, за два дня у меня не было таких ощущений, когда режет глаза. То есть, у меня вот было час, если сидишь за компьютером, час-полтора, и начинало резать жутко глаза, начало быть тереть и так далее. Вот, такого у меня ощущения за два дня не было. Покраснения не убрались. Не знаю, будет видно, нет. Вот, как бы покраснение еще есть на глазах, но действительно стало легче. Есть и минусы у этих очков. Они, во-первых, линзы пластик. Ну, а что я хотел за два доллара? То есть, за два доллара это отлично. Но минус пластика в том, что со временем, то есть, я на них очень хорошо садится пыль. Я не знаю, как на другие очки, возможно, на стеклянные тоже садится сильно пыль. Но стеклянные ты когда протираешь, то есть, если ты их часто протираешь, они стеклянные хоть не так, ну, не поцарапаются. Да, специально даже, если тряпочкой протирать, все равно на нее может упасть какая-то пыль, микросоринки и так далее. И ты будешь протирать, стеклянное, оно не будет царапаться. Здесь же стекло, и я так понимаю, что со временем, там, через несколько месяцев, ну, здесь пластик. И через время они реально поцарапаются, если так их протирать. Потому что, допустим, я не знаю, как обычно люди, которые уходят в очках, протирают часто очки. Но я эти протирал, ну, наверное, раз в пять за день, вот, если не больше. Вот, ну, как бы так. Вот, в остальном очки прикольные. Вот, видно, нет, такие вот здесь рифления. Там я когда снимал, не видно было сейчас. Свет подходящий, то есть, посмотреть. Они прикольные, смотрятся стильно, то есть, мне нравятся, ну, как я в них выгляжу, мне нравятся. Поэтому, ну, могу смело советовать их за два доллара, как такая альтернатива, положить книги, почитать телевизор, посмотреть. Я думаю, отлично подойдет. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в нашу группу в телеграм-канале. Мы там, у нас там огромное сообщество, где можно посоветоваться по покупкам, что купить, подобрать какой-либо товар. Вот, все всегда подсказывают, мне очень нравится, ну, мне очень приятно, что такое там общество организовалось. Вот, ну, и также там много скидок, покупок на всякие разные товары, где можно реально сэкономить. Все, на этом у меня все. Спасибо, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok